Одно из главных изменений наступившего года – увеличение подоходного налога на 1%. Притом, коснется это не только индивидуальных предпринимателей, но и физических лиц. Данная мера в области фискальной политики в 2015 году направлена на обеспечение стабильности налоговой системы и повышение устойчивости бюджета. Основным изменением в 2015 году стало увеличение ставки подоходного налога с 12% до 13%. Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих подоходный налог, также предусмотрено увеличение ставки подоходного налога с 15% до 16%. В наступившем году претерпели изменения и суммы, на которые может быть уменьшена налоговая база, то есть суммы налоговых вычетов. В среднем цифры выросли на 15%. К примеру, для родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или несовершеннолетних детей-инвалидов, сумма вычета может быть равна 410 тысячам белорусских рублей на каждого ребенка. Предельные размеры налогооблагаемого дохода, при котором на физическое лицо предоставляется стандартный налоговый вычет в 2015 году, составил 4 млн 420 тысяч рублей. При этом стандартный вычет на человека предоставляется в размере 730 тысяч рублей. На одного ребенка, на одного иждивенца предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 210 тысяч рублей. Семьям, где два и более ребенка в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 410 тысяч рублей. В определенной категории граждан, это у нас чернобыльцы, участники боевых действий в других государствах, участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, таким лицам предоставляется стандартный налоговый вычет в размере 1 млн 30 тысяч рублей. Еще одно важное напоминание – сроки подачи налоговых деклараций для физических лиц, хоть и не изменились, но с походом в инспекцию по налогам и сборам тянуть все равно не стоит. При том, необходимо внимательно изучить перечень доходов, которые подлежат декларированию и налогообложению, особенно если в 2014 году вы оформляли крупные сделки купли-продажи. Хочется напомнить, что у нас наступил период декларирования физическими лицами доходов, полученных в 2014 году. То есть в 2015 году период декларирования у нас с 5 января по 2 марта 2015 года. Для удобства плательщиков на этот период продлен режим работы отдела декларирования доходов физическими лицами. На сегодня это с 8 утра до 19.00. В феврале также будет установлен режим работы выходного дня. То есть ориентировочно это будет суббота с 9 утра до 13.00. Более подробную информацию по всем вопросам, касающимся налогообложения, можно получить в отделах консультации налоговых инспекций по месту постановки на учет. Продолжение следует...